В работе Общественной палаты Хасавюрта активно практикуется проведение выездных совещаний для решения вопросов, касаемых создания благоприятных условий проживания жителям города. Так, 6 декабря очередное заседание членов Общественной палаты состоялось в приемной хасавюртовского пассажирского автотранспортного предприятия номер 2. На повестке дня было обозначено несколько проблем, требующих решения в ближайшее время. Ситуация в городе остается особенно на главной улице. Это такой больной вопрос, с которым к нам обращаются люди постоянно. Это начиная с улицы Татурбиева, от универмага Татурбиева и заканчивая светофору на Махачканинском часе. Казалось бы, там есть правила дорожного движения, есть кодекс административных правонарушений, но тем не менее ежедневно нарушаются правила дорожного движения именно в этом месте. Ставят машины вторым рядом, это третясь в движении, то, что обычный транспорт и пассажирский транспорт страдает. На встрече также присутствовали инспектор ГИБДД Абдулнасир Тавбиев, директор пассажирского автотранспортного предприятия номер 2 Камиль Альбеков, главный специалист отдела транспорта Магомед Магомаев, главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Саидов и другие. Присутствующими были затронуты вопросы организации работы по контролю и обеспечению безопасности дорожного движения на территории города. Конечно, это второй ряд, с этим проводится работа и ежедневно туда выставляются наряды и проводится работа, но наблюдаются пробки. Выставляем где по улице Махачкадинское сейчас, а там противодвижения, которые тоже препятствуют они движению. Поэтому надо будет усилить этот наряд и дополнительно выставлять по этому поводу туда наряды. А так, в целом, ГИБДД проводит работу по недопущению дорожного транспортного происшествия. У нас в городе это рост дорожного транспортного происшествия, наезды на пешеходы в основном. Многие в соцсетях, наверное, тоже видели то, что творится по улице Пролетарская. Вот недавно, 19-го числа, был наезд на женщину. Но именно этот участок не был освещен. И она тоже была, конечно, в черном. Водитель не заметил своевременно. И она попала под машину. А также возле Киргу, это вот федеральная дорога, но мы туда тоже выставляем наряды, в связи с тем, что были пробки на мосту и по этой федеральной дороге, чтобы какой-то уменьшить. Также членами палаты были обозначены вопросы, связанные с общественным транспортом. Пути и перспективы решения проблем, возникающих в процессе перевозки пассажиров, были озвучены главным специалистом транспортного отдела Магомедом Магомаевым. Как мы знаем, на территории города нет микрорайонных участков, где не охочено по садистскими перевозками. Конечно, это не говорит о том, что всё хорошо, моноценно. Состояние технического транспорта, техническое состояние транспорта, если оставляет желать лучшего, конечно. Есть упущение и у руководителей предприятий, и у тех же водителей, которые, может быть, не в полноценном техническом состоянии выезжают на линию обслуживания перевозки пассажиров. Я не скажу, что сегодня организация работы очень плохая. Нет, в связи с создавшейся ситуацией, которая данного предприятия справляется со своей работой без жалоб, конечно, быть не может такого. Жалобы, конечно, будут. Но я вот разговариваю с руководителем предприятия, с пригодируем, мы решаем вопрос и находим решение данного вопроса совместно, конечно. Что касается вопроса создания условий для безопасного передвижения пешеходов в плане установки дорожных знаков, искусственных гасителей скорости, пешеходных переходов и освещения на улицах города, информацию предоставил главный инженер УКХ Султан Паша Саидов. Безопасность дорожного движения должна обеспечиваться техническими средствами, средствами регулирования на автомобильных дорогах. Такую работу мы проводим на дорогах местного значения. За 17-18 год мы произвели работы в рамках указа президента об обеспечении применения новых национальных стандартов вблизи школ, детских дошкольных учреждений, учебных заведений, что это должно быть исполняться. В рамках этой программы, нашей муниципальной программы, значит, у нас на сегодня 19 школ, 10 дошкольных образований, 29. Мы за два года выполнили таких мероприятий в рамках, и то не полностью оснащены они, но в основном в 10 местах, где это школы и детские сады. По всем затронутым вопросам члены палаты внесли предложения, по итогам которых будут сформированы сводные обращения в профильные ведомства. Сария Махайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».